Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто вере» и ее ведущий, Отец Назарий. Хочешь жить — умей вертеться, С волками жить — поволчевыть. Именно такое жизненное кредо порой нам дает современный мир в противоположность христианской добродетели и милосердию. Смирение порой также представляется как трусость или безволие. И у нас у христиан возникает вопрос, а стоит ли вообще проявлять жесткость и характер в современном мире нам, христианам, и как при этом не потерять доброе сердце? Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, клириком храма в честь мученика Трифона, поселка 113-й километра, отцом Николаем Осиповым. Отец Николай, здравствуйте! Отец Назарий, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые зрители! Отец Николай, действительно ли в современном мире крестьянская доброта и милосердие является проявлением слабости? Слабостью является зло, а доброта имеет огромную силу, и это удел очень сильных людей. И именно вокруг доброты выстраивается все остальное, потому что доброта, она созидает, а зло она разрушает. И общество держится именно на любви, пока есть любовь, пока есть доброта, мир будет существовать. Ну, вот есть такой момент, что вот, как мы на прошлом выпуске с вами беседовали, да, о светской работе, иногда складывается ощущение, что как будто бы зла в мире больше, как будто бы оно даже вот преобладает во многих сферах жизни, и для того, чтобы человеку действительно, чтобы как-то вот выжить, приходится иметь дело с этим злом и порой самому прибегает к этому, а как бы вот любовь, доброта, заповедь евангельская, они как будто бы отталкиваются и отходят на второй план. Почему вот так нам все кажется порой? Почему нам кажется, что вот нет просветы? Или все-таки это какой-то обман? Или, может быть, добро, оно где-то там в тайне, его порой не видно, и на первый план все-таки чаще всего выходят какие-то плохие поступки? Зло просто имеет очень большую разрушительную силу. Гнев, который перемешивается со злом, он творит просто разрушительные результаты. Семья может разрушиться из-за такого гнева. И примеров может быть масса, на самом деле. Поэтому зло, оно всегда как-то выстреливает. Более того, мир, он устроен таким образом, что вот добро и зло, оно постоянно противодействует. Выбеждают всегда добро, как мы знаем, но зло имеет такой больший отпечаток, больший запах, если можно так выразиться. Ну вот вы сказали, отец Николаевич, что христианская доброта и милосердие — это сила, что добро — это сила. Но как это подтвердить на практике? То есть в чем мы это видим? Как понять, что это действительно сила? Потому что люди как раз-таки порой светские бывают противоположны мне, что сила — это совсем другое. Каким образом мы можем показать и подтвердить, что действительно добро — это сила, доброта — это сила, любовь и милосердие — это сила? То есть есть какие-то, может быть, примеры или подсказки, в чем мы можем убедиться, что это не просто такие хорошие лозунги, как бы «мы за все светлое, за все доброе» — это на самом деле сила. И против всего плохого. То есть как нам убедиться, что это действительно так? Ну, те люди, которые управляют автомобилем, пусть попробуют доехать от точки А в точку Б без ругательств, спокойно, аккуратно. Те люди, которые ругаются, постоянно раздражаются, гневаются, они тот же самый путь пройдут, но почувствуют, что у них не будет сил. Зло, оно опустошает, и так абсолютно везде. И если мы видим в церкви, например, тех людей, как священники, тех людей, которые делали много зла, они очень разрушенные люди, и зачастую с ними происходят такие вещи, о которых можно даже очень долго рассказывать и говорить. Однозначно мы, как священники, видим и добрых людей, видим, и люди непосредственно делают добро. Меценаты, например, они вкладывают деньги в какие-то добрые дела, добрые проекты. У меня был опыт общения с таким человеком. Он говорит, что я уже много лет занимаюсь хорошими делами, и чем больше я отдаю, тем больше я получаю. Миллион вложил, несколько больше возвращается. Но опять же, он не вкладывает в это, да, это я такой... Ну да, потому что внешне может показаться, что это какая-то такая уже корыстная цель, да. То есть я помогаю, потому что я знаю, что мне с процентами вернется... От чистого сердца. Если это делается от чистого сердца. Вот добро навсегда имеет необыкновенные такие результаты. И мы, как священники, постоянно видим, что каждый прожитый месяц в каком-то храме деревенском, отдаленном, он каким-то образом решается. Вот уже должны закончиться средства на существование храма, на отопление, прихожан мало и так далее. Все равно с Божьей помощью кто-то находится, какой-то человек и помогает. И таких примеров можно приводить очень много, на самом деле. Ну вот в проявлении того, что милосердие – это действительно сила, мне вспоминается один рассказ, я сейчас вот подробности тоже не помню, но что вот там во времена войны был некий человек, который во время войны Великой Отечественной наживался, значит, на войне, там завышал специальные цены. И из-за этого, конечно, там и голодали, и страдали люди. И был некий житель, сосед его, который хотел его наказать за это, что он уже грань переходит, и он прям, я говорю, я мог отнять у него жизнь. Но так как я был человеком верующим, я не посмел это сделать, я оставил суд Богу, то есть не стал осуждать, проявил милосердие. И в итоге потом он там ездил в одно селение, где вот он специально завышал цены и, значит, там продавал там еду и, наоборот, скупал там за бесценок вообще какие-то товары. И в итоге он вывез оттуда множество детей, которые могли просто там погибнуть, которых, ну, собирались там или убить, или расстрелять, или там лагеря отправить. И благодаря ему просто было спасено много жизней. И вот не прояви тогда этот человек милосердие, да, христианское терпение, даже в какой-то степени, он мог бы просто этих детей вообще лишить жизни, лишить будущего. Поэтому вот когда, ну, там, понятное дело, там, если читать этот рассказ полностью, я сейчас не помню все подробности, он гораздо красочно и более ярко описывает все это, что когда ты это читаешь, ты действительно понимаешь, что милосердие — это любовь, это действительно сила. И порой, ну, на первый взгляд, вроде бы, ну, зачем ты это делаешь, да, зачем ты оставляешь жизнь этому человеку, давай, как бы, сделай уже свое дело, и все будет нормально. То есть вот если рассматривать это в перспективе сиюминутной, кажется, как будто бы так и нужно сделать, да, так и нужно поступить, проявить какую-то жесткость, вот дать отпор, показать, на самом деле, вот где место этого человека. А если мы смотрим дальше, да, что будет в будущем, мы видим, что любовь и милосердие, она дает плоды дальше. Оно, может быть, не сразу все это, эта сила не сразу себя раскрывает, но раскрывает спустя какие-то там дни, может быть, даже года. Человек вспоминает и думает, да, действительно, а ведь если бы я тогда поступил по-другому, а если бы я тогда, да, там, оскорбил человека, предал его, там, ограбил бы, что бы вообще со мной было, где бы я сейчас находился. И действительно, как отец Николай, вы говорите, Господь всегда видит сердце человека. И там порой, где человек мог проявить, да, какую-то корысть, какой-то прибегнуть к обману, да, и нажить что-то себе, но человек проявил вот христианское терпение, Господь действительно где-то в другом месте потом помогает человеку найти именно путь ко спасению, да, показывает ему дорожку, по которой необходимо идти, посылает нужных людей, таких же сильных людей, которые на этом же пути ко спасению. Потому что у нас же, получается, человек, когда вот только на своем, скажем так, пути к Богу, к вере, он еще колеблется, потому что у нас же светский мир, который порой находится во грехе, да, вот о чем мы с вами говорили, на работе в том числе, нас как бы тянет в свою сторону. И человек как бы разрывается. Действительно, вот эти вот все пословицы, о которых в самом начале мы говорили, они как бы вроде подталкивают человека, но это норма жизни, так надо, тебе же надо как-то жить, да, семью кормить, куда ты денешься. И вот когда человек на вот этом распуте находится и делает в сторону выборов в сторону Бога, то и Господь ему со временем посылает людей, которые находятся на этом же пути. И человек действительно начинает видеть, что оказывается мир-то не весь возле лежит, да, о чем мы с вами вот говорили, говорили, что это только казалось, что вокруг одно зло, и люди совершают беззаконие. Но оказывается, сколько много добрых, замечательных людей рядом с нами есть, и может быть, о которых человек даже и не знал до этого. Но вот тут, когда он сделал выбор в сторону Бога, в сторону любви и милосердия, в сторону подлинной, настоящей силы, которую дает Господь Бог, Господь ему на пути и посылает и людей, которые также находятся на этом пути, которые есть и которых много. Но просто зачастую действительно мы сталкиваемся с тем, что добро его не всегда видно. И мы же опять же имеем заповедь от Бога, да, что одна рука не должна знать, что делает другая. То есть мы не ходим, не афишируем, что вот посмотрите, вот здесь я помог, вот здесь я совершил какое-то доброе дело. У нас множество замечательных священников в нашей митрополии, которые очень много трудов прилагают к тому, чтобы помогать людям, помогать тем, кто рядом с ними. Но этого никто зачастую не знает, потому что, естественно, это ничто не афишируется. Но при этом мы сами, священники, видим, насколько много замечательных, добрых и хороших людей рядом с нами. Поэтому вот эта иллюзия, которую дьявол порой создает для человека, является всего лишь иллюзией, которую необходимо пробить тем, чтобы сохранить свою верность Богу. Но вот здесь тогда еще очень интересный вопрос, отец Николай, возникает. А как относиться нам к добродетели смирения? Как найти вот этот путь, чтобы действительно быть смиренными христианами? Потому что мы знаем, что смирение — это вообще основа духовной жизни. Без смирения спастись невозможно. И постоянно об этом говорят и священники, и святые отцы. Вот прям красной нитью проходит любовь и смирение, покаяние рядом со смирением. Как нам понять, что же это такое? Как нам руководствоваться в жизни добродетелю смирения, но при этом не быть непростым каким-то трусом или безвольным человеком бесхребетным, что мы все позволяем делать с нами в нашей жизни? Помогите разобраться, где здесь грани понимания добродетели смирения. Начальный путь познания смирения — это борьба со своими страстями. Это то, когда человек начинает разбираться и пытаться понять, что такое гордость, самолюбие, тщеславие, иные грехи, которые с этим так или иначе связаны. И вот когда человек встает на путь понимания того, что действительно у него есть гордость, действительно есть тщеславие, тогда потихоньку в нем начинают проявляться какие-то пробески смирения именно, когда он понимает, что такое есть послушание. И тот человек, который никогда в жизни не смирялся, он, соответственно, несчастлив, на мой взгляд, потому что он не испытывал того самого чувства спокойствия души. Это то, когда ты все сделал, у тебя не получилось, и ты говоришь, Господи, отдаю в твои руки, помоги, сделай, направь, и ты пытаешься найти Божий промысел, в том числе в каких-то действиях, бездействиях и так далее. Поэтому, на мой взгляд, самый главный путь начала смирения — это борьба со своими страстями. И смирение уже будет появляться само по себе. То есть мы можем сказать о том, что начальное, скажем так, познание смирения, оно направлено не в мир, не в то, как я должен вести себя в мире, а в первую очередь оно направлено на то, чтобы познать себя, познать свои немощи, принести Богу покаяние, и уже исходя из знания себя, знания, да, собственной греховности, своих немощей, своих страстей, твое смирение уже как бы складывается так, что ты понимаешь, как вести себя уже в миру. То есть сначала ты познаешь себя, свои недостатки, свои немощи, понимаешь, как с ними бороться, надеешься, что понимаешь, и ищешь ответы на эти вопросы. И затем тогда уже смирение простирается дальше уже во всю твою остальную жизнь, и ты начинаешь понимать, где, как поступить. Но здесь тоже вопрос с пониманием, где, как поступить. Хорошо, человек принес Богу покаяние, человек увидел, что он действительно грешник. Не просто, да, там, головой понимает, что ну да, да, я грешник. Да, то есть как понять, что человек считает искренне себя грешником или нет, да, что спроси человека, ты грешник? Он скажет, да, да, ну конечно, никто из нас не безгрешен. Но со стороны сделает ему замечание, когда ты грешник, он сразу тебе даст понять, кто из вас двоих грешник, да. То есть сразу понял, что человек на самом деле грешником себя не считает. То есть он как бы не познал вот свои немощи, да, какие-то свои страсти и недостатки. Хорошо, человек понял, человек действительно убедился, человек старается исполнять Евангелие, заповеди. Вот как ему понять, как в жизни поступать, где проявить послушание, а где наоборот, может быть, нужно и воспротивиться. В Евангелии мы читаем, что если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. Всегда ли мы должны поступать так? Или есть ситуация, когда действительно необходимо какую-то стойкость и жесткость проявить? Потому что вот нас постоянно вот, скажем, этим отрывком Евангелия укоряют. Говорят, вот смотрите, вы всегда должны подставлять щеку, вы всегда должны, почему вы вот так вот себя ведете? Какой здесь можно ответ дать в этой ситуации? Я думаю, что то, о чем мы слышим в Евангелии, в данном случае поставив другую щеку, это высшая степень смирения, к которой христианин может стремиться. Но в Священном Писании мы также слышим о том, что можно продать все свое имение, и если это сделано без любви, то никакой пользы в этом нет. Поэтому, на мой взгляд, нужно стараться искать смирение и понимать в том, что мы в болезни где-то смиряемся, если Господь нас останавливает от суеты и в том числе, от каких-то действий, ведь в ложе есть такой результат смирения. Не наш собственный, но Господь нам отвечает на нашу жизнь теми событиями, которые мы с вами переживаем так или иначе. Ну, опять же, не будет ли это восприниматься человеком, допустим, далеким от церкви, как слабость? Ну, вот Бог так сказал, ну вот Бог так сделал, ну ладно. То есть, как бы, наоборот, человек со стороны будет воспринимать это как слабость. Потому что мы, наоборот, если смотрим каких-нибудь психологов или тренеров современных, они говорят, надо там верить в себя, не нужно останавливаться, все проблемы нужно преодолевать, никогда ни с чем не нужно там мириться, ты там, ты достоин лучшего всегда. А тут, ну ладно, ну. То есть, как бы, вот внешне это действительно может восприниматься как слабость. Почему это не слабость? Вы же, отец Николай, вы сказали, что это, наоборот, сила. Как вот донести до человека, что смирение – это действительно сила, и это не слабость? Почему такое непонимание возникает? Люди путают, на самом деле, мягкотелость и, например, какой-то стержень, который имеет человек. Человек, который имеет стержень, у которого есть гнев в том числе, но этот гнев не должен перемешиваться со злом, иначе он будет иметь разрушительную силу. И мы понимаем о том, что гнев – это дар Божий человеку, для того, чтобы он мог преодолевать что-либо. Даже Царствие Божие, мы знаем, что силой берется. И все, от чего мы пытаемся достигнуть хорошего, мы должны приложить определенные усилия. И если у нас нет вот этого взрывного какого-то такого взрывного качества, мы мягкотело можем добиваться очень-очень долго, может быть, совсем никогда не добьемся. Поэтому христианин должен понимать, что у него есть определенный стержень, и этот стержень нужно развивать. Если он руководитель, он должен использовать качество руководителя. Если он в данном случае пока находится где-то на низкой архивной лестнице, лестнице, то, соответственно, ему нужно где-то и послушаться, и проявлять некоторое такое благоволение начальству в том числе. То есть, получается, наша жесткость и характер, если так можно выразиться, христианина должны быть направлены против греха, то есть на борьбу со грехом, правильно? Да, и на борьбу со грехом, и на те добрые дела, на которые мы поставлены. Не нужно проявлять какое-то упорство начальству, если ты, соответственно, имеешь руководителей. И не нужно растрачивать свои силы в том числе. Нужно иметь определенное четкое понимание того, к чему мы стремимся. А то, что мир иногда нам пытается навязать, о том, что мы должны быть мягкотелыми, нет христианина, мягкотелым человеком быть не должен. Иначе это слабость по большому счету. Отец Николай, есть такое выражение, что добрыми делами вымощена дорога в ад. И еще там говорят, не делай добра, не получишь и зла. И многие люди это трактуют как, трактуют, что не нужно вообще делать каких-то добрых дел. Все равно в ответ тебе обязательно какое-то зло сделают, не проявят благодарности. Да и вообще вот я там, человек говорит, я по жизни, ну допустим, я по жизни там вот всем помогаю, в ответ только злой неблагодарность получаю. Начинают вот эти пословицы приводить и говорят, ну и все, я вообще перестал кому-либо помогать. Все, занимаюсь только собой и своей семьей. Насколько вообще правильны эти рассуждения в отношении христианина? Действительно ли это так есть? Или может быть сами христиане, которые просто делали добрые дела, может быть как-то не так их делали, раз получился такой результат? Да, для того, чтобы вставать на путь добрых дел, нужно быть готовым и к искушениям. Борьба духовная, она постоянная, непрерывная, лукавая, пытается сделать свое дело. И здесь Господь попускает, бывает случаться искушением. Опять же, это сделано для того, чтобы человек в том числе и возрастал духовно. Если он делает добрые дела, соответственно, он делает для кого эти добрые дела? В том числе для Бога и для людей. Поэтому, на мой взгляд, нужно хорошо подготовиться, прежде чем сделать какое-то доброе дело. И посмотреть, откуда могут прийти искушения. Если мы, люди, являемся христианами, нужно, соответственно, быть людьми трезвыми. И смотреть на те острые грани, которые могут быть в этом деле, либо рядом к какому-то стоящему. Ну, а не будет ли это опять какой-то такой подход? Так, ага, сейчас, подожди, сейчас я тебе помогу. Так, вот здесь такие риски есть, вот здесь такие. Слушай, я взвесил все за и против, рисков слишком много помогать, я тебе не буду. То есть, что значит подготовка, батюшка? Вот как понять, что значит подготовиться к тому, чтобы сделать доброе дело? В данном случае, если мы стремимся построить какой-то храм, например, мы должны понимать о том, что, и исторически понимать о том, что Господь не от каждого может и принять такую жертву для начала. То есть, человек, наверное, все-таки, который будет стоить храм, он должен стараться воцерковляться в этом направлении. Все, что касается искушений, то могут быть и искушения касаемо документов, например. Ну, батюшка, вот даже просто приземленный какой-то пример возьмем. Вот у человека есть там родственник, да, который просит ему там помочь в приобретении чего-то. Раз помочь, два помочь, три помочь просит. Вот близкие ему помогают. Потом в какой-то момент видят, что родственник вообще перестал с ними общаться, хотя вроде ничего такого-то и не было. Они, наоборот, старались ему всегда помогать как-то. Вот что не так в этой ситуации? Благодарность ждать не нужно. Если мы помогаем, мы помогаем от чистого сердца всегда. В этом есть, на самом деле, смысл помощи. Тогда это можно назвать помощью, а не каким-то таким расчетом, так сказать. Мы можем сказать, что как раз у человека награда на небе. То есть, если человек в какой-то степени получает благодарность здесь, на земле, он уже свою благодарность получил. А когда, наоборот, ты действительно делаешь доброе дело, как христианин. Ты это делаешь не потому, что тебе этот человек нравится, да, или там это твои близкие родственники, как бы семья, это святое. Это понятно, что это святое. Но те добрые дела, которые ты делаешь, ты делаешь это не потому, что, да, там преследуешь какие-то корыстные цели, потому что ты искренне любишь этих людей, искренне любишь Бога. И ты хочешь действительно помочь. И когда ты делаешь и в ответ не получаешь благодарности, благодарность твоя у Бога, То есть ты действительно постарался сделать доброе дело, и вот таким образом отчасти мы можем сказать, что, наверное, еще и испытание происходит нашего доброго дела, насколько мы готовы к тому, чтобы делать доброе дело. То есть Господь, можно сказать, испытывает в некой степени нас, проверяя, может быть, даже, правильно сказать, не проверяя, а Господь-то все знает, но нам самим открывая правду о нас самих, что мы, пытаясь сделать доброе дело, и вот столкнувшись с какой-то трудностью или неблагодарностью, делаем из этого человека врага номер один, то есть пока ты помогаешь, вот-вот, смотри, я тебе помогал. Хорошо, мы там лучшие друзья. Человек отвернулся, не привил благодарность, все, враг номер один, все, я ему никогда в жизни больше помогать не буду, вычеркну вообще его имена там отовсюду, все, там, из телефона там удалю его номер. Ну как так? Вроде, да, вчера ты помогал, это был твой друг, а уже завтра как бы ты тут же про него забыл. То есть мы можем сказать, что Господь через это, опять же, правду о нас самих открывает, о том, насколько даже наши добрые дела порой пропитаны нашим грехом и нашими страницами. Господь всегда действует через людей. Если даже мы делаем какие-то добрые дела, и нам нужно получить смирение от Бога, мы таким образом можем получить смирение, можем получить ответ на какой-то вопрос о нас самих, которым мы даже не предполагали в том числе. Но искушения могут идти не только от того человека, которому мы помогаем, но могут от других людей идти. И поэтому я когда говорю, что нужно готовиться, нужно готовиться именно для того, чтобы не получать искушения откуда-то еще. А все, что касается... Ну вот, просите больших, что перебил. Но вот человек этим руководством говорит, ну, чтобы у меня проблемы, искушения не было, я вообще ничего делать не буду. То есть это, получается, правильная логика или нет все-таки? Нет, это неправильно. Христианин имеет стойкий, твердый стержень, и он понимает о том, что везде есть искушения, везде есть трудности, легких путей не бывает, от проблем не убежишь. Поэтому нужно делать настойчиво то дело, доброе, на которое ты настроен. И все те какие-то сложности, это на самом деле временные сложности. Сложности будут в жизни бесконечно. Добрые ты дела делаешь, или ты какой-то нейтралитет ведешь. Но если мы говорим о духовном возрастании, о какой-то продуктивности, о нестоянии на месте, или даже больше, когда мы откатываемся назад, мы должны идти вперед. Иначе мы будем либо идти назад, на месте, как правило, человек не стоит. То есть добрые дела оставлять ни в коем случае не нужно. И воспринимать те трудности, которые на пути доброделания христианина встречаются, просто как вещи, ну просто естественные. Без них не... От них никуда не денешься. Всегда будут испытания, всегда будут какие-то искушения, может быть какая-то неблагодарность. Но через это мы и сами становимся лучше, через это мы сами учимся и познаем какие-то собственные немощи. Поэтому, может быть, даже человек порой благодарности не проявил, но даже через этот поступок христианин может чему-то научиться и что-то доброе для себя извлечь. Однозначно. Абсолютно верно. Спасибо, отец Николай, большое за добрую беседу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы, всем хранителя, с Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин